Всем доброе утро, мои хорошие девочки! Выходные прошли, я была у дочки, ничего не снимала. И вчера у меня был день молчания. Мне вчера захотелось просто отдохнуть. Я была дома уже у себя. Ну, в общем, хотелось просто помолчать. А сегодня я уже проснулась, отдохнувшая. И настроение у меня хорошее. И мне захотелось с вами поболтать. Вчера у девочки встала на весы. Как обычно, по вторникам на весы становлюсь и взвешиваюсь. Что я вам хочу сказать? За последнюю неделю я ничего не сбросила. Вес у меня остановился. Но такое тоже бывает. Значит, где-то как-то что-то я в еде согрешила. Ну, я уже подумала, что я там ела, что не нужно было есть. В общем, выводы сделала. Буду исправляться. Почитала я комментарии у дочки на канале. Там было видео, там, где она плачет. И, в общем, зашла я, почитала комментарии. И увидела я один такой комментарий. Я сейчас хочу вам его прочитать. У меня он, честно говоря, рассмешил этот комментарий. Вашей маме никак нельзя худеть. У нее сразу постарело лицо. Поехала. И мешки стали под глазами. На тело может и постройнеет, а с лицом будет хуже. Тощие. И еще 17 лайков под этим комментарием. Девочки, для тех, кто думает так же, кто тоже лайк поставил бы под этим комментарием, хочу сразу сказать. Во-первых, там, где она меня сняла немножечко, да, в своем видео, когда свет, лампочка светит сверху, то тогда мешки, они под глазами видны. Ну, отечность, куда ее деть, она есть. За время вот этого своего похудения я сбросила всего 2,5 килограмма. Это никак пока что не отразилось, в общем-то, ни на лице, нигде. То есть для моего веса это совсем незаметное такое похудение, можно сказать, чуть-чуть на 2 килограмма. Но что я вам хочу сказать, для меня очень важно, конечно, сбросить лишний вес, потому что, ну, он мешает, честно говоря, вот наклоняться, живот, бедра. Это самое главное, что у меня обычно поправляется. Лицо, вот когда похудела я раньше, не в прошлом году, 2 года назад, когда я похудела, там, на 11 килограмм, лицо стало худее, да. Но отечность-то, она вот это и проходит. Это отечность из-за того, что, может быть, какая-то лишняя вода в организме есть. Также вот лишний жир, он также в отечность вот в эту выходит. И когда человек худеет, но лицо тоже начинает худеть, и тоже спадает вот это все. Поэтому намного хуже я выглядеть не буду, и потом сильно худеть я тоже не собираюсь. У меня главное немножко облегчить свое состояние, чтобы мне было легче наклоняться, ходить, лишний вес с собой не носить. Обычно, почему, вот кто-то спросил там в комментариях также, почему именно зимой я начинаю худеть? Потому что, когда уже одеваешь зимнюю одежду, и тогда уже начинаешь чувствовать тяжесть. Когда куча на тебе одежды, там, свитер, пальто, вот это все уже тяжело носить сверх своего веса, еще дополнительный вес, и сразу начинается ощущение тяжести, что вот что-то тут мешает, наклоняться уже тяжело, и хочется немножко облегчить, да. Поэтому хочется как-то вот что-то сбросить лишнее. Ну, поэтому я и решила худеть. А что касается диеты, вот по вашим советам я пробовала разную диету, и интервальное голодание, и еще там какое-то другое, всякое разное, но все-таки вот мой метод, по которому я худела уже не один раз, я сейчас делаю выводы, что раздельное питание для меня лично это лучше всего, и быстрее вес уходит, и меньше хочется кушать, потому что другие диеты для меня не подходят. Мне все-таки вот, если хочется есть, то надо взять и поесть. Я вчера уже для себя сделала индейку по-китайски, у меня была индейка, сделала ее с подливочкой такой, ну, я уже показывала, как это я делаю, соевый соус, туда добавляется кетчуп, приправы, и в общем это все тушится. И вот такое я сделала мясо, и нарезала свежей капусты салат, пожмакала хорошенечко эту капусту, добавила туда морковку, лук, огурчик свежий, зелень, в общем такая она получилась, сочная. И вы знаете, когда я худела еще два года назад, я помню, что много я ела этого салата, ну, во-первых, он насыщает на долгое время, не хочется есть. И потом хочу сказать, что вот такой вот все-таки салатик, он хорошо заменяет гарнир. Ну и вот раздельное питание, если уже вы знаете, да, то это мясо и овощи, то есть никаких гарниров, потому что я тут за неделю уже и картошечку ела, пюре у дочки, и опять там рогаликами она меня угостила, вот этими с творогом вкусными. Ну, в общем, согрешила, немножко согрешила в еде. Поэтому надо сейчас просто мне попытаться все-таки, я уже прям не говорю, что я буду, но буду стараться все-таки воздержаться вот от этих всяких, от выпечки, и попробую все-таки опять раздельное питание, есть мясо с овощами, избавиться все-таки не употреблять мучное, ну, вот это вот всякие, выпечку, то и все. Вот, ну, буду пробовать, потому что с каждым годом это все выдерживать очень сложнее. Вот, я себя мучить сильно не хочу, потому что, ну, уже тяжело мне себя мучить. Вот, поэтому, вот, раздельное питание, мне оно понравилось тем, что снижается аппетит и не хочется есть. А это самое главное, чтобы вот не хотелось есть, там, чтобы раз, чуть-чуть поела и насытилась этим. Вот, еще хочу сказать, что я попробовала батончики. Вчера один батончик съела, вот, который с орешками, там, с миндалем. Это вот из тех батончиков, которые в Фаберлике брала. Очень, кстати, вкусные, мне понравились. И, как перекус очень хорошо, когда вкусненького что-то захочется пожевать. Я один батончик съела, и мне прям еще один захотелось. Ну, можно и второй было бы съесть, но я воздержалась от второго. На одном батончике 80 килокалорий, это немного. Ну, если бы я съела два батончика, было бы 160. Если на заменить один прием пищи, то, в общем-то, это не так уж и много. В общем, сейчас я буду строже немножечко блюдить свою диету и все-таки, ну, точно буду контролировать, что я ем. Потому что то, что есть нельзя, даже чуть-чуть, ну, лучше, конечно, воздержаться. Вот, ну, обещания не буду никаких давать, клятву произносить не буду, потому что где-то опять-таки могу не сдержаться. Вот, ну, буду все-таки стараться. И насчет гимнастики хочу сказать, вот, у меня всегда такая проблема с гимнастикой. Я начинаю делать, потом где-то начинаю пропускать. То некогда, то уже сил нет, устало, то еще что-то. Ну, нужно тоже мне все-таки стараться ее делать, эту гимнастику. Потому что она легкая, она простая, ее делать несложно и недолго. Ну, нужно делать, потому что все-таки мышцы будут работать и будут они сжигать жиры. Я все-таки за первую неделю хорошо сбросила вес, но это потому, что я делала регулярную гимнастику. Вот это тоже очень большой играет роль. А вот насчет мешков под глазами, вот хочу сказать, сейчас стоит напротив меня лампа. И она, помимо света верхнего, на меня светит лампа. И вот эти мешки, вот их не видно. Если сейчас я вот этот свет, который прямой, выключу, я ставлю лампу верхнюю, сразу появятся вот эти вот мешки, куда от них деться. А еще хочу вам сказать, что для меня все-таки, вы знаете, вот сейчас не важно лицо, допустим, да? Нет, ну, лицо всегда важно, конечно. Но для меня это не настолько важно. Для меня все-таки здоровье, в первую очередь, в вторую очередь, что еще? Еще комфорт, чтобы мне было комфортно с тем весом, который у меня есть, чтобы нигде вот лишнего там особо сильно в боках не было. А красота, она уже уходит на третий план. Конечно, если поставить правильно освещение, еще подкрасятся, я, кстати, сейчас не накрашена, губки только чуть-чуть, и тогда все, и буду я сразу красивая вам. Но вы же не забывайте возраст у меня какой. Я же все-таки не молодая уже, да, 56 лет. И дальше я буду стареть все больше и больше, на лицо буду хуже, и как еще, тащее, худее и так далее. Так что лицо, я слежу за своим лицом, чтобы оно было нормальным. Ну, прям уж идти вот там какие-то там делать сейчас эти процедуры, вот это или что-то, я не хочу. Какая есть, такая есть. Я себя принимаю такую, какую есть, ну и вы уж меня примите такую, какая есть. Худею я для себя, для своего здоровья. А сейчас я сижу, пью кофе, просыпаюсь, и вы меня спросите, почему я снимаю опять на кухне, а не возле елочки. Сейчас мы переместимся к елочке и поговорим сейчас о моем интерьере чуть-чуть. Там тоже были комментарии по этому поводу. Ну, мне здесь комфортнее пить кофе, привыкла, мне здесь нравится. Такое, хорошее местечко, такой уголочек сижу. Ну, а теперь я решила переместиться сюда, чтобы поговорить немножко про интерьер. Про занавеску мне вот, про эту зеленую писали. Уберите эту занавеску, она сюда не идет. Девочки, я бы убрала ее, вернее, даже, может быть, заменила бы на такую же, только беленькую. Но у меня беленькой нету, вернее, она вот занята у меня на окошке. А почему занавесочка здесь есть? Потому что у меня белое полотно висит за спиной. И также на белом полотне, там уже я повесила баннер. Ну, вот как вы видели, если кто не видел, посмотрите, да. Но белое полотно за моей спиной и белое полотно там. Здесь происходит как раз-таки стык, который я закрыла вот этой зеленой занавесочкой. Поэтому она здесь нужна. Но если убирать зеленую, то нужно вешать другую, другую у меня пока что нету. Покупать на время, вот, скажем, период новогодний что-то, я не хочу тратить деньги. И дочку просить тоже не буду. Это просто ни к чему, это лишние затраты, они не нужны. Но мне, честно говоря, нравится здесь. Такая вот атмосфера классная. Вот эти подушечки разноцветные. Кстати, сегодня я иду за внучкой в детский садик. И сегодня она вечером будет у меня. Я думаю, ей понравится вот эта вот красота. Мне нравится, я смотрю даже вот как это выглядит сейчас. Довольно-таки симпатично. Ну, я сегодня еще собираюсь сходить в магазин, заскочу в фикс прайс. И посмотрю, что там в фикс прайсе. Может быть, какую-то мишуру или что-то я смогу повесить туда. Ну, посмотрим, буду покупать или не буду покупать. Опять-таки, лишние затраты мне, вот как бы, они чисто так вот на Новый год особо не нужны. Посмотрим, не буду загадывать. А что еще хочу вам сказать. Попробовала я вот этот вот Иван-чай с сагандайлем землянично-медовый. Вчера открыла и попробовала. Когда я заваривала этот чай, знаете, такой запах пошел, цветущие акации. И вот такой вот какой-то приятный запах. Ну, в общем, такой легкий чай мне понравился. Я один пакетик на стакан заварила и положила туда одну таблеточку сахарозаменителя, которым обычно я пользуюсь в кофе. Кстати, кто-то спрашивал, каким сахарозаменителем я пользуюсь. Девочки, я беру любой, какой есть в магазине, таблетированный. Севию я не стала брать. Нет, я один раз брала севию, мне она как-то не понравилась. Ну, мне она не подошла. А вот эти, которые таблеточки, в принципе, любой фирмы, они все мне подходят нормально. Я знаю, что вот не всем подходит. У меня сестра брала таблеточки вот эти. Ей они что-то не понравились. Ну, это вообще дело привычки. К ним привыкнуть надо. Конечно, после сахара эти таблеточки, немножко какой-то другой, кажется, вкус. Но вот этим вот я подслащиваю, если мне хочется подсладить. Кто пьет без сахара чай, тем нормально. Но мне немножко вот хочется подсладить. Я, например, кофе тоже без заменителя, неподслащенный кофе пить не могу. Для меня он, кажется, горький, отвратительный. Но кто-то пьет кофе без сахара. Девочки, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кто считает, что мне не нужно худеть. Напишите, кто со мной согласен, что мне не помешало бы сбросить там несколько килограмм. А кто считает, что мне категорически не нужно худеть. И почему вы так считаете? Ваше мнение мне очень интересно. И также мне интересно знать, кто худеет вместе со мной. Интересно ли вам то, что я рассказываю, что я ем, допустим. Потому что вот готовку я снимала, разнообразие, можно всякое разное поснимать. Но я же готовлю то, что я ем, правильно? А если я сейчас ем такую диетическую пищу, практически любое мясо, рыбу, это только на пару, либо вареное, можно есть. И в основном салаты. Мне как бы особо и снимать сейчас готовку, мне нечего снимать, потому что я ничего такого не готовлю. Я вот только не знаю, скоро Новый год. Много вкусненького, можно было бы приготовить, наготовить. Но опять-таки, кому наготавливать? Новый год я обычно встречаю в последнее время с дочкой. То она на диете, то я на диете. В общем-то, поэтому обычный ужин, ничего особенного. Ну, может быть, оливье, потому что оливье мы любим на любой праздник. Может быть, винегрет и, в общем-то, курочка там. И, я не знаю, больше, может, и ничего. Но пока мы на этот счет ничего такого не загадывали. Но я думаю, что ничего такого особенного наготавливать мы не будем. И потом наготавливать, если мы будем вдвоем, ну, не для кого, правильно? Чтобы оно потом пропадало, что ли. В общем, девочки, сняла я такое маленькое, коротенькое видео. Поболтала с вами про комментарии ваши. И вот все-таки, опять-таки, я вас прошу, напишите мне в комментариях насчет похудения. Нужно мне худеть? Или, может, кто-то говорит, что мне не нужно худеть? И также насчет питания. Нужно ли мне рассказывать? Вот интересно вам, что я рассказываю, что я ем? Или, может быть, это вообще вам неинтересно? Но на этом я свое видео коротенькое заканчиваю. Не забывайте подписываться на канал, кто его смотрит. Мне будет очень приятно, если у меня подписчиков округлится. У меня уже до 15 тысяч осталось недалеко. Если кто не подписан и смотрит мой канал, подпишитесь, пожалуйста. Мне будет приятно. И мне будет очень приятно, если к Новому году у меня будет ровно 15 тысяч. Ну, или чуть больше. Жду ваши комментарии, девочки. Ну и все. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok